Продолжается строительство многоквартирных домов в столичном микрорайоне Кувшинка. Именно в нем жители так называемого Шанхая должны бесплатно получить квартиры взамен когда-то построенных домов. Снос стихийно возникшего района застройщик взял на себя. Однако все проблемы решить пока не удалось. Прийти к общему решению, которое удовлетворило бы обе стороны застройщика и жителей, задача не из легких. Взамен на снос любого дома предлагается однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров в 10-й позиции нового микрорайона стоимостью примерно в полтора миллиона рублей. Работа идет тяжело, действительно тяжело, поскольку есть те, кто согласен переезжать в предлагаемое вновь строящееся жилье, есть те, кто категорически не согласен. У каждого жителя своя история, по большому счету. Есть дома засыпушки малогабаритные, есть действительно большие двух-трехэтажные дома по 150-200 квадратов и, конечно же, у всех разные пожелания. На первом этапе планируется заключить 90 договоров в течение первого квартала этого года. Начало уже положено. 22 договора долевого участия уже оформляются в рекпалате. Я вышла в детдоме, мне предложили квартиру, я согласилась. Для меня жалко, но детям дальше жить надо. Они вряд ли захотят в том доме, в котором я жила. У них дети, внуки уже, им надо благоустроенный, более теплый, уютный дом. Десять домов уже снесены, территории готовы к застройке. Окончательное расселение жителей запланировано на конец 2016 года. Одновременно со сносом строители работают и над водоотводным каналом для реки Малая Кувшинка. Протяженность этой речки где-то полторы тысячи погонных метров. В этом году мы планируем застройку, одевание речки до около 200 метров. Выполняется дренаж и сверху вот этого тетради, вот вы видите, насыпка грунта планируется до 9 метров. После выполненных работ поверх Малой Кувшинки можно смело возводить многоэтажные дома, строить дороги и детские площадки. Что и будет сделано. Микрорайон будет одним из самых благоустроенных в городе. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика.